Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, и мы продолжаем изгаляться над стеклом в рамках рубрики Дырочка. Сегодняшний лайфхак, сегодняшняя хитрость, техника нарезания стекла, она очень часто, я так думаю, может применяться в хозяйстве, там, где не нужны точные габариты стекла. Познакомился я с этой техникой совершенно случайно, когда у меня отец резал стекол на балкон, я ему принес стеклорез, потом прихожу, спрашиваю, он все стекла уже нарезал, говорю, а как ты отрезал-то? Стекла довольно-таки пространственные, по площади большие, и их не очень-то и просто резать, потому что линии длинные, линейка туда-сюда и лозит, неудобно. Он говорит, я линию на бумажке нарисовал, и по этой линии вел стеклорезом, ну, по стеклу, естественно, после чего сломал. Я удивился и решил все это дело проверить на собственной шкуре, потому что, ну, все мы знаем, какой я криворукий, от этого еще интереснее будет увидеть результат. Итак, заранее на бумажке я подготовил следующую конфигурацию рисунка. Будем резать, да, причем резать будем без всяких планок, плашек, уголков, линеек. Нет, конечно, линейка нам понадобится для того, чтобы ровную линию на бумажке нарисовать, но в дальнейшем мы ее убираем. Те, кто режут очень часто стекло, знают, что длинные стекла резать довольно-таки проблематично, потому что линейка туда-сюда и лозит, если это обычная самая линейка. В идеале, конечно, иметь стеклорез швабру, которую вы выставили, отрезали, и все хорошо, все красиво. Но, опять-таки, если у вас стекло довольно не прямоугольной формы, вырезать стеклорезом швабры будет проблематично. Хорошо, можно взять какую-нибудь просиликоненную или прорезиненную линейку. А еще лучше, продаются профессиональные линейки с присосками. То есть вы ее взяли, причпокнули к стеклу, отрезали, и все хорошо у вас получается. А тем временем я уже отрезал, отломал фрагмент стекла. И знаете что? А то, что получилось довольно недурно. Нет даже волн, которых я боялся. Давайте попробуем отрезать еще раз. Вся магия и волшебство происходит прямо на ваших глазах. Нет, конечно, если приноровиться, если пристреляться, то вполне себе получаются ровные линии. Хотя, я думаю, проблематично будет использовать подобного плана нарезанное стекло для изготовления каких-то емкостей герметичных тех же самых аквариумов. Но, опять-таки, в хозяйстве подобная технология имеет место быть, потому что, повторюсь, длинные какие-то резы, они постоянно гуляют туда-сюда, особенно если использовать обычную самую линейку. И давайте попробуем отрезать какую-нибудь более-менее фигуру, которая не просто линия. Это у нас будет вот такой вот треугольник, который, на мое удивление, получился прям идеальный. Я даже не знаю, смог бы я отрезать по линейке так ровно этот треугольник, потому что, ну, вы сами сейчас все прекрасно увидите. Обратите внимание, очень мало времени эта технология занимает. Нет, конечно, заранее придется все-таки разметить сам контур на бумажке. Но если однообразные, те же самые флорариумы какие-то клеить, да, сложные какой-то геометрической формы, то, в принципе, в принципе, даже неплохо. На этом все. Обязательно пишите в комментариях, кто подобного плана использует технологию. Ну, а с вами был Aquaman. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok